МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удаленность медицинских учреждений сильно осложняют жизнь беременных женщин. Они не успевают добраться до родильного дома и рожают прямо в машине. Первую помощь при стремительных родах зачастую приходится оказывать водителям автомобилей. Тему продолжит Амонджон Махединов. Сафаргуль 12 лет. Близкие Шутя называют ее «Москвичка». Девочка появилась на свет по пути в роддом в автомобиле марки «Москвич». Девятилетнего Сафара мама тоже родила по дороге в роддом. У нас тут не было врачей. У мамы начались схватки, и ее на машине отвезли в больницу. Однако она родила меня по пути в роддом, прямо в машине. Сафаргуль и Сафар – не единственные дети, родившиеся в машине. В селе Лулазур Вахшского района многие дети появляются на свет на полпути в роддом. Село находится среди гор в 45 километрах от центра района Вахш. Мужчины не всегда успевают довезти роженец в родильные отделения по плохим дорогам. Зимой трассы и вовсе закрыты. В этом селе свыше 70 домохозяйств. Однако нет ни одного медицинского пункта. Женщины, опасаясь домашних родов, все же идут на риск. Из села до центра, путь не близкий в дороге роженец, сопровождает акушерка Дарьогул Гафурова, хотя у нее нет даже среднего образования. По ее словам, она делает все, что в ее силах, чтобы довести женщин живыми и здоровыми до больницы. Мы привозим роженицу в районную больницу, а ее направляют в больницу Сарбанда. Там ее не принимают и говорят, что она из Вахша, и просят отвезти в районную больницу. По пути она рожает. Если роды проходят недалеко от больницы, то потом мы ее отвозим туда на осмотр. Власти района никак нам не помогают. Ни воды у нас нет, ни врачей. Если у женщины поднимается температура, направляют ее в Сарбант. Там ее не принимают. Везем обратно в Вахшскую больницу. По пути можно и ребенка потерять. К автовладельцу Сафару Кабирову очень часто обращаются односельчане с просьбой довезти роженец до больницы. Он насчитал пятерых детей, которые увидели свет в его автомашине. Теперь у него всегда в автомобиле лежит набор первой медицинской помощи, и мужчина знает, что нужно предпринять, чтобы минимизировать паник уроженицы. Вот что он рассказал о последнем случае. Я спал, когда пришел мой сосед и попросил довезти его жену до районной больницы. У нее начались схватки. Мы не успели доехать до района. Женщина родила по пути, в машине. Мы привезли ее обратно домой. У нас в селе нет даже медпункта. Нам очень сложно. Иногда бывает, что ребенок заболеет, и его надо везти до районной больницы. Очень сложно найти ночью машину. Если у ребенка аппендицит и нужна срочная помощь, очень сложно обойтись без медицинского центра или пункта медобслуживания. Мохватан негодует. Она одна из тех женщин, которая родила ребенка в машине. По ее словам, пять лет назад она боролась со смертью. Роды прошли благополучно. Ребенок здоров. Но даже спустя столько лет ситуация не изменилась. У нас очень много проблем. Нет врачей, нет хорошей отремонтированной дороги. Сейчас у меня дома трое больных. Нет врача, к которому можно обратиться и сделать уколы. У них который день не падает температура. Отвезли их в районную поликлинику, там их осмотрели, прописали уколы и сказали, чтобы мы ехали домой и лечились там. Пусть нас услышат. Обратят внимание на наших детей, на нас. Ведь мы тоже часть общества. Мы тоже живем в Таджикистане. Саид Жафар Сафаров, эксперт в области медицины в Вахшской долине, считает, что власти хорошо осведомлены о проблемах в труднодоступных регионах страны, в том числе и о проблеме нехватки врачей и медпунктов. Эксперт предлагает обратиться за помощью к Международным финансовым институтам. Это очень серьезная проблема, которую надо решать. Здоровье нации должно стоять на первом месте. К тому же, Конституция страны выступает гарантом обеспечения здоровья населению, в том числе и матери и ребенка. В селах, где нет медицинских пунктов, действительно очень тяжело. В основном это горные села, где зимой снег достигает полуметра и невозможно выбраться в город. Это обстоятельство ставит под удар здоровье не только матери и ребенка, но и всего населения. Жители села Лолазур Вахшского района уже несколько раз обращались в местные органы власти со своими проблемами, но в ответ получали только обещания. Обдували Курбонов, представитель отдела здравоохранения и социальной защиты Вахшского района говорит, что вопрос нехватки врачей в селе Лолазур связан с финансовыми проблемами. С 2010 года по сей день мы построили и сдали в эксплуатацию 23 медпункта. К строительству были привлечены местные предприниматели. Мы постараемся до празднования 25-летия независимости в сентябре этого года построить в Джамуати-Машал 3 медпункта. Для того, чтобы построить медицинский пункт, население села должно быть около полутора тысяч человек или же 300 домохозяйств, а там всего-то около 20 домохозяйств. По официальным данным в Хатлонской области не хватает около 100 врачей. В 20 селах региона схожие проблемы. Власти обещают помочь, однако неизвестно, когда именно появятся новые медицинские центры. Сафаргуль, Сафарали и Сафармох, которые родились по дороге в роддом, уже учатся в школе, и они не знают, куда следует обратиться в экстренных случаях. Репортаж подготовил Амунджон Мухеддинов, Хатлонская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова